...иследовательского опыта, то есть исследования в аудитории, что нравится, что не нравится, все, что доставляет игрокам к вам. Занимаемся тестированием на всех платформах, и, конечно, не могли остановиться на такой платформе как виртуальная реальность. Секундочку. Есть? А переключать без спикеров? Так, могу. Моушн-сикнесс. Уже сегодня было очень много сказано про виртуальную реальность, но, тем не менее, все спикеры на моушн-сикнесс остановлялись буквально чуть-чуть. Моушн-сикнесс непосредственно все разработчики слышали, но, тем не менее, когда мы часто общаемся с разработчиками, когда участвую в составе жюриства на студии VR-проектов, все-таки спрашиваются, что же у вас в моушн-сикнесс, как вы с ним боретесь? Первое такое, ну, моушн-сикнесс – это не моя игра. Это у кого-то так, у нас это нет. Маяка с краю, ничего я не знаю. Это не моя игра. Второй, ну, и вот, как уже упоминал предыдущий спикер, мы строим телепорт. Телепорт не является универсальным решением для всех жанров. То есть, да, это есть там у некоторых, но есть и игра, стратегия, RPG-шная. То есть, это не универсальная механика, которая может лишиться и динамичность, и так далее. Третье решение – это, получается, люди привыкнут. То есть, это не игра плохая, люди плохие. Но если в действительности рассудить, то есть посмотреть рынок наших платформ, VR, виртуальная реальность платформ, это занимает небольшое количество на рынке. То есть, уменьшить еще локацию страна, уменьшить еще именно до платформы по HTC, Oculus, далее убрать целевую аудиторию не вашего жанра, и остается, получается, совсем маленькое, минерное число людей, которые еще и страдают мошен сигназом. Есть ли у вас предположения, насколько эта проблема глобальна? То есть, сколько вот брать выборку людей, какой процент все-таки чувствует мошен сигназ? В интересном предположении. 80, 80? Ну, 80, если было 80 виртуальных или вообще… Уже… На 20. А 20 мало. Половина. 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 Ну, чуть-чуть больше. То есть, 55% людей чувствуют мошен сигназ. Мы как раз это выяснили. Как мы сакцентировали на мошен сигназ? То есть, вот эти вот люди, почему они чувствуют мошен сигназ? Мы разделили наше исследование на два этапа. Первое. Что такое мошен сигназ? Чем оно отличается от морской болезни? Чем оно отличается от других, которые чувствуют буквально тошноту в транспорте, в автобусе? То есть, одни и те же это люди. Какая вообще корреляция? То есть, как люди это переносят? Это симуляция или это действительно так есть? На какой стадии, на каких игр это наиболее ощущается? И как с этим бороться? Есть ли взаимозависимость по возрасту, по стилю жизни, по предпочтениям? То есть, кто эти люди? Как их адаптировать? Как работать с этой аудиторией? И как совершенно расширить аудиторию игры? Покольно по структуре. То есть, сначала остановимся все-таки, но на основных трендах рынка. Как рынок растет, удачные проблемы разработки и влияние как раз таки VR-маркета на непосредственно людское здоровье. Далее разберем как раз и кейс, более детально расскажем о нашем исследовании. Как мы его проводили, какие платформы у нас были задействованы и какие результаты показали. Третье у нас как раз таки адаптация. Выявили тут два, как сказать, таких направлений адаптации. Это первое, как адаптировать игру под людей. И второе, это как людей адаптировать под игры. То есть, ингейм и аутгейм адаптация. И четвертый блок, это все-таки удачные решения, которые позволяют привести игру в туп, в том числе бороться с мошен-сигнесом. Рынок. Рынок у нас растет. Рынок у нас каждый год попально удваивается на два, на три раза. Видимо, уже к 2020 году у нас колоссально попально в 30 раз. Некоторые аспекты в процентном отношении растут. АРП сейчас занимает основное выложение на рынке, но ВАРП все-таки является основной нишей, это и-коммерс. Если рассматривать как раз таки виртуальную реальность, на первом месте у нас игры в виртуальной реальности. То есть, 27% рынка – игровая индустрия. А по как раз таки соотношению контента и хардвэр. В 2017 году 73% рынка – это еще все-таки хардвэр. Но в 2020 уже все-таки соотношение более, как мы видим, баланс. 50 на 50 будет преавелировать контент и хардвэр. То есть, более балансированный рынок. Такие у нас основные игроки на рынке. Сейчас по статистике 2017 года, то есть полностью законченный статистический год, на первом месте все-таки лидирует Samsung Piarchi. То есть, это как соотношение цена-качество и люди все-таки более свободные приобретательские, не дорогие, не замысловатые устройства. А на втором месте это то есть PlayStation VR. Далее у нас HTC и Oculus. Обратите внимание, слева пирамидка. Это не просто в виде пирамидки, это как раз таки главные и самые инвесторы. Наибольший инвестор сейчас VR рынок – это у нас Facebook, Google, Apple. Соответственно, с правой части каждой глобальной компании принадлежит по несколько брендов. Далее. Развитие. В основном, сейчас как было уже, оно развивается и в education, и в e-commerce. И главным трендом, который является VR не только в 27% рынка, а и в росте рынка – это все-таки индустрия развлечений. Остановимся, переходим теперь к motion signals. Какие все-таки проблемы вызывают и какие влияния на людей. Основные четыре проблемы – это первое – влияние на здоровье как на зрение. То есть на зрение – это как, в принципе, и ПК, и мониторы – это не основная проблема. А далее, они сейчас до сих пор являются некомфортные длительные сессии. То есть hardware сейчас некомфортны. Тот же HTC, тот же Oculus, люди выделяют напряженность на глаза, неудобные жадкие маски, даже банально устоят шея от весового соотношения. Третья проблема – это люди самопобеждаются. Вот тоже мы сегодня упоминали, что есть шесть простраций движения, а есть три. То есть когда люди ограничены проводами, буквально ударяются в стены, запутываются, падают. Есть такие случаи еще более 10% на рынке. И четвертое – это все-таки адаптация, как прострация и неощущение себя в реальном мире. Кейс. Как мы проводили наши исследования? Как все-таки найти проблемы motion sickness и адаптацию? Было положено, то есть первая стадия. Взяли три самых популярных платформ на рынке. Sony PlayStation, Oculus, HTC Vive. Выявили сначала, какие жанры являются самыми проблемными для людей. То есть это выборка 500 людей, вывели наиболее проблемные жанры, игры. Далее следующий этап – каждый человек играл несколько сессий, чтобы понимать, какая критическая точка, какая временная прострация. Сняли с них множество метрик каких-то стилистика жизни, чем они обычно занимаются, в какие игры играют, какие у них ощущения. То есть делали как балансировку их здоровья, так и чистое ощущение, то есть вывести корреляции все-таки. Кто чувствует, кто не чувствует, какой пол, какие причины. И дальше следующий этап – это был фокус-группа. Люди, которые наиболее проблемные как с вестибулярным аппаратом, так и чистое ощущение виртуальной реальности, как раз таки использовали на них методы адаптации, как игровые, так и внутриигровые. Видео сейчас для наглядности как раз таки рассмотрим. К сожалению, без звука. Возможно отключить? Да. КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... 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 Чувствий из комфорта. Адактация. Возможно ли? Как и с этим бороться? Как вставить? Сначала, чтобы понять адактация, то есть мы разделили, то есть отличается ли морская болезнь как раз таки emotion sickness. Motion sickness, если разобрать, то есть это наш рестивулярный аппарат в виде движения, но его не чувствуют. То есть тут рот. Ну, нет. Морская болезнь как раз таки наоборот. Мы видим движение, но организм его не чувствует. То есть они схожи, но тем не менее, если рассмотреть методы, они кардинально разные. Какие основные все-таки причины дискомфорта? На первом месте все-таки это, если рассматривать графическую составляющую, резкие повороты. Вот первое, чем пытаются бороться, это телепортирование. Но это не всегда помогает, тем не менее, тут и VPS, если корреляция делать VPS ниже 60, сразу же начинается более сильный motion sickness. Неудачный ад, нейрористичность и некомфортные, то есть контроли и устройства. Пробежность, то есть какие все-таки есть взаимозависимость между портретом человека, его состоянием здоровья и как раз таки ощущением motion sickness. Выделили три группы, то есть зеленое и синее меда на первом месте. То есть если у человека, то есть есть дом VR, motion sickness минимизируется. То есть это говорит о том, что все-таки человеческий организм может приспособиться, то есть есть привыкание. Также еще интересное есть similar action in real life. Но чем это отобразилось? Если взять симуляцию гонки, некоторые люди, то есть чувствовали, у него есть водительские права. Так же для каждой платформы, то есть отслеживали, есть ли взаимосвязь с реальной жизнью. Есть водительские права. И в гонке чувствуется, что, например, этот поворот должен быть не такой. Он не такой, как в реальной жизни. Совершенно отличается. И на этом моменте как раз таки организм начинает чувствовать диссонанс. То есть точно так же, как и режим отлага у нас, есть ли взаимосвязь, человек боится высоты или не боится высоты. То есть на всех трех платформах мы тут сделали такие схожие ситуации с реальной жизнью, и они оказались высоко взаимозависимы. На втором месте это низкая и средняя корреляция. То есть что организм принимал до этого, то есть пил ли кофе, не пил кофе, кушал, какой образ жизни. То есть это среднее. И на третьем месте, которое совершенно не влияет на motion sickness, проявляется, не проявляется. То есть игра нравится, не нравится, как бы игра не нравилась. Как бы человек не хотел бы в нее играть, все равно организм даст знать о motion sickness. У нас эмоциональная, нравится, не нравится и жанровые предпочтения. Вывели как раз таки форму, как организм можно адаптировать. Адаптация как раз таки идет на двенадцатой минуте. Если на двенадцатой минуте организму дать как раз таки перерыв и критическую точку, на следующую сессию прибавить к этой же десять минут поиграл, а в следующей минуте еще три минуты, то есть получается критическая точка пройдена. То есть самое главное, это если встраивать в свои игры программную адаптацию, как раз таки вот там, где в туториале, доносить юзерам все не сразу. Сел, играешь час, тебе стало плохо, все. То есть какая-то должна быть система адаптации как раз таки временной их взаимозависимости. Разделили как раз таки на два игровых и внутриигровых метода, которые можно встроить и адаптировать в любую аудиторию. Внутриигровые методы. Винетка и сетка. То есть вот, например, в президенте Ивале есть такой режим, как сетки. Если мы его игроку включали, сразу минимизация, сразу. То есть тридцать процентов людей себя стали чувствовать лучше. То есть при разработке игры важно учитывать, как сказать, человеческому мозгу, да, точку фиксации. Далее, среди, так сказать, внешне игровых. Наиболее интересным, это, например, если с человеку рядом установить вентилятор. Он сразу начинает ориентироваться организм в пространстве, откуда идет ветер, организм чувствует точку фиксации. Так же метод, который работает, сразу убивает motion sickness на 60%. Ну и по вкусовым, например, снижает минимизацию motion sickness. Зеленый черный чай и наиболее эффективный имбирь. То есть имбирь, это фигурирует сейчас в классе исследования. Какие есть как раз-таки VR-устройки, решения на рынке, как сейчас борется именно hardware? Да, то есть это, как сказать, спазм. Hardware, адаптация и правильное, то есть улучшение игры. Сейчас наиболее интересные вот это модели, которые выходят в 2018 году. К сожалению, пока что они выходят на американском и Азии рынке. Но наиболее вот интересное, на чем снижается motion sickness. То есть это разрешение, частота кадров, FPS и как раз-таки удобность маски для человека. Наиболее интересное решение, которое сейчас есть, это как раз-таки у Pimax. Это первые, у человеческого, получается, зора с разрешением 180 градусов. Вообще всего, и у всех платформ, которые сейчас присутствуют на рынке, это всего лишь 120. То есть недостаточно с человеческим. Pimax – первые, которые будут предлагать, получается, в разрешении поля зора, то есть 200 градусов. Также интересная платформа будет у Lenovo и Razer. Сюда была встроена двухфакторная, то есть индикация линз, которая полностью минимизирует как раз-таки ад и нагрузку на глаза. И интереснее еще у Foyf. Foyf сейчас заходит на рынок. У него первая, у кого будет встроена как раз-таки айтрекинг-система. Айтрекинг-система, которая будет заселиться человеческим взором, как раз-таки понижать где-то ППС, где-то более адаптировать ПТА, механики где-то адаптировать и таким образом дальше бороться с Motion Signals. А среди как раз-таки вспомогательных. Что наиболее эффективно? Ну, первых три – это более такие стандартные. То есть это для рук, как костюм как раз-таки Tesla, как Hartig – жилет. Четвертый сектор, который нацелен как раз-таки на Motion Signals – это Motion Signals браслеты. Но их влияние, то есть получается как? Мы сейчас исследуем влияние организма на Motion Signals, а это еще и браслета надо исследовать влияние. Браслет какой-нибудь образ него действия. Он блокирует сигналы, которые поступают от мазочка до вестибулярного аппарата. Он блокирует импульс, и люди перестают защищать полностью. То есть это как блокиратор. Но это еще решение Motion Signals, но не решение организма. То есть еще не исследован в конце концов момента. Будет только масштабная разработка в 2019 году. Внутриигровые. Как разработать игру, чтобы как раз-таки наиболее минимизировать, сохранить свою целевую аудиторию? На три блока материала, то есть это Art, Control и Gameplay. По Art как раз-таки это кастомизация лиц сейчас на многих устройствах. Даже банально нет накрутки под глаза. То есть человек не может правильно подставить себе лица. То есть это сейчас только более новых моделей. Использовать точку фиксации. Точкой фиксации это как раз-таки является сетка, пинетка. Многих игр, например, Ubisoft игра, режим орла. У них есть для Motion Signals, когда режим полета, есть там у орла клюв. То есть нос, клюв, организм тоже воспринимает это как точку фиксации. Более сразу в реальной жизни. То есть и уже минимизация идет. Далее это как раз-таки снижение пикселизации, чтобы более реалистично смотрелось. И более софт цвета, более мягкие, как раз-таки для организма более минимизируют. Для контроля. Для контроля как раз-таки есть решение у телепорт, но есть все-таки еще такие решения, как встройка нарративной части, которая позволяет встроить, вернее снизить скорость движения персонажа. То есть это как раз-таки вот эти вот остановки, которые необходимы для организма. Раз, то есть прошел вот эти вот самые такие жесткие моменты в игре. Нарративная часть, пауза, организм отдохнул, пошли дальше. Среди геймплея как раз-таки сейчас многие игры разрабатывают не просто туториал по основным механикам, а как раз-таки туториал по системе адаптации. Не показывать, не рекомендуется показывать пикселизацию и прогрузка мира, и также баланс сложности. То есть по балансу сложности является как раз-таки хорошим решением сетка. То есть сетка, которая сначала идет хорошо видимость игроку, далее она снижается, снижается, снижается и пропадает. Сейчас на многих играх их тоже используются. Как найти все-таки свою целевую аудиторию? О чем слайд? То есть наша целевая аудитория, которой мы верим, что она подойдет под нашу игру, платформу. Мы не будем устраивать motion sickness. Это, как сказать, такие космонавты на единорогах, которых не существует. Поэтому, когда при разработке игры, важно влюбить свою аудиторию, тестировать на ней, учитывать моменты разрешения, устройства, предпочтений. И, конечно же, включать систему адаптации. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 виртуальной реальности. Потому что это не виртуальная реальность, где бы не купали цифры, я творю эти виртуальные виртуальные, что купали, какие-то виртуальные. Я поняла ваш вопрос. Получается, данные по типу Тесла, то есть вот такого плана дополнительного, который взаимодействует, если рассматривать спекты виртуальной реальности и как раз наушу ценность, они помогают. То есть человек это более реалистично, да. Но есть, вот так же мы смотрели интересное исследование как раз таки по этим костюмам. Как сказать, лайфтайм игрока при использовании как раз таки костюмов они намного меньше. Они более обтяжливые для игрока. То есть, как минимум, это используется не для домашней установки. Это максимум популярность, то есть как в VR-клубе. Буквально 95% бренков в городских костюмах, это используют развлечения, индустрии развлечения, но не домашние установки. То есть это на короткие, как раз таки, игровые сессии рассчитано. Да. Такой вопрос. Время кредения этих исследований решали ли вы свои результаты с разработчиками игр и проводили ли вы эту реализацию в своих исследованиях, из-за исследования других компаний в этой жилобности, то есть как совпадает, не совпадает. Да, мы когда начали строить исследование, то есть мы его еще начали в 2017 году и постоянно пополняем нашу платформу, то есть когда мы начали, еще этот момент не настолько был исследован. Особенно у нас в Украине, это была Америка. Мы сначала основались как раз таки на американских результатах, которые взять методы адаптации. То есть методы адаптации как раз таки не мы придумали. Мы знаем, какие есть на рынке методы адаптации, но мы решили их сами проверить, работают они или не работают, как они производят. А в чем как раз таки была новость, то есть новинка, которая еще как раз таки еще не сделана, я пока что еще не видела, это как раз таки взаимо влияние человеческого организма, как раз таки пола, возраста, привычек, то есть когда мы пошли дальше, докопнули как раз таки, кто эти люди, кто слонин, мошен, сигнал. Сейчас еще очень больше акцентируется на методах адаптации и на минимизации, но как раз таки на изучение, как у нас есть псигментация целеволютория еще не была сделана. Еще один вопрос. Там будет слайд и была инфекция инспро-тейк-рей. А может быть, когда ты, например, сберегаешь, сперегание своего оплаты? Это может не стоить, кто его чинил. Это самый контактуральный вывод. То есть перерыв – это как раз таки для адаптации. Мы сначала… Чем исследование? У нас сначала человек играл 20 минут без перерыва, и мы зафиксировали эту точку, когда ему становится плохо. И как раз таки если в этой точке, она в среднем на симптоме просто 12 минут, делать перерыв – организм отдыхает, то есть это дает буквально 10 минут, и после этого организм уже может продолжить игру. Дальше уже следующая сессия удлиняется на плюс 3 минуты, дальше еще удлинение, и спустя неделю, то есть уже человеческий организм выдерживает нормальные игровые сессии в час, два, три. Как раз таки это перерыв – это не сейв. Это полностью выключить игру, отойти, посидеть, передохнуть. Да. А настройки яркости, возможно, цветовые настройки, какой-то простой? Да-да-да. По арту как раз таки основные два – это пикселизация, которая подрывает, то есть мозг восприятие, логистичность этой крови. И вторая – это чем более мягкие приглушенные цвета, тем менее она влияет как раз таки на негативные симптомы организма. Сопланировано ли последующие проведения тестирования БР-а компаний и доступны ли публичные результаты тестирования? Ну, на ресурсах, слои тестирования. Более комбийно вот эти вот результаты? Или как? Ну, в общем. У нас на ресурсах наших открывается, то есть в основном мы… Есть такие вот тестирования, которые на конференции, на конференции, то есть у нас здесь нет, мы видим по VR, по Bato Royale, по многим платформах, они доступны, да. Но, тем не менее, в основном мы что-то под клиента, под NDA, и данные результаты мы уже не открываем. Мы делимся, мы его немножко, как сказать, не упоминаем клиентов, либо работаем, например, с варгеймингом, G5-ом, мы можем вот… с кем у нас уже подписано, мы можем их упоминать в кейсах, да, вот основные механики, вот основные кейсы, вот основные решения. Но более 80% проекта у нас находятся на стадии, например, цета типа, альфа, бета версий, и там невозможно их раскрывать. А на самом деле, там, как вы показывали фондацию, то было, ну там, а PlayStation – это был Core, да, а PCC – это рейсинг, по-моему, там, может быть дальше. Чи… там, то же самое Core, да, неважливо, на каком его платформе, то есть это PlayStation, с PCC, он бы имел уникальные результаты. Так само рейсинг на PlayStation, он бы имел уникальные результаты. Угу. Да, я наверное запрашиваю, что это просто для того, чтобы вы конкретно грузы вязали конкретные новые девайсы. То есть, чтобы вы ту самую группу, это не есть новые девайсы, чтобы было точнейшие результаты по девайсу. Да, я вам скажу, популярный вопрос. А, первая стадия просто, мы, немножко я упустила рассказать, сначала, это самая первая стадия, это мы проконсультировались со всеми VR-комнатами. То есть, мы просили, по Украине, получается, 18 самых стоповых VR-комнат, чтобы они нам выделили самую проблемную игру на каждой платформе. То есть, да, и мы от этого уже отталкивались, самую проблематику на этой платформе мы сравнивали с самой проблемной игрой на другой платформе. Худший из худших. Да, да, худший из худших у нас по платформу выше. А еще, хоро на PlayStation 3 гиржи? Ну, как раз таки, на PlayStation 3 гиржи, да, больше даже не жанр, а вот конкретно эти игры. Мы же не можем... Да, да, то есть, вышло, мы не можем расписываться за весь жанр, потому что некоторые, например, хороры могли их строить свои методы, адаптации, и все-все-все, просто мы взяли просто те игры, которые люди не могут играть. Ну, вот Resident Evil вообще было им очень интересно, потому что они заявили, что они сделали, мы уже с ним как раз адаптацию, все-все, но тем не менее, она стала самой проблемной на этой платформе. А, чи поводите вы повторные тесты после адаптации? Погоди, одна компания, организация игры пришла до вас, но тесты, выявили момент, вы не адаптуют, вы робите знову тесты. То есть, у нас есть такие, какие-то, варианты ЗНД, которые вы доводите до ИДА, вы кажете, что это уже лучше, а еще добавлено это. Да, это популярная кинция, то есть, в среднем, мы тестируем на каждой стадии, то есть, сначала вы тестировали перед софт-лончем, потом на релизное, потом уже как раз таки после метрик, изначально все-все-все. Ну, касательно ИДА, у нас Motion Thickness как раз таки, сначала рынок совершенно не воспринимал, как я рассказывала, не надо тестировать Motion Thickness, но сейчас, как раз таки, наиболее популярно, это перед замочком мы тестируем Motion Thickness и как раз таки, уже на релизное. на релизное мы смотрим или встроили какие-то методы адаптации, как они влияют, и заодно смотрим, как они влияют на метрики, как раз таки, качественных показателей статистически. Если вопросов больше нет, большое спасибо за внимание.